что будем заканчивать посмотрим что у нас тут с письмами посмотрим может есть о чем поговорить мы все не обращаюсь брат уже зовут юрий владимирович вот мой последний панигерик насчет перед перегревшихся яичек вот и насчет производства геев сам понимаешь ты же будешь разделять этот двух-трехчасовой вебинар на части это прибавит просмотров это ты здорово придумал но вопрос только в название если ты выделишь вот этот вот последние 10-15 минут я проклинал эти подгузники вместе с памперсами тесными трусами и образом жизни вот если бы звусь и название нам еще как бы этот какой могут еще я всегда боюсь у нас уже предупреждали раз блокировали на неделю этот наш канал 2 вот и здесь может повториться то же самое то есть представьте себе звучит название долой подгузники и дальше будет на это самая реакция от руководства этого самого ютуба не доказано вот и мы вас предупреждали теперь на месте навсегда заблокируют и больше никто никогда не узнаю что такое настоящее удовольствие вот как вот или обойти эту тему или придумать самое безобидное название здравствует подгузники это чистота это все а там будет все наоборот вот тут надо хорошо подумать как бы нам не остаться без канала так ну давайте знакомиться не знакомиться а здороваться мы-то практически все знакомы так колесников доброго времени же молодец где же мы еще выйдем один как мы с нами здоровья удачи брат здравствуй наталья привет олег у меня открывай старый вебинар надеюсь что наладилось наталья 265 показывает но это было понятно ваша реакция на начале вебинара вера привет антон колесников тоже увидел старый вебинар но мы это проезжали олег уже видит новый добрый вечер олег вера я пересла на youtube смотрю и слушаю новую первую самую толковая что я скажу сейчас считаю вот только ему притворяться приходится знаете как ребята вы знаете как мы с вами не любим умных женщин и женщин приходится притворяться поняли расшифровать эту тему ладно я вас жалею не буду так значит виноградов здравия бухтияров опять на месте насколько можно наталья как на ю тубе на войне идти тоже а наверное люди да и вот это почему нас мало меньше обычного а вы его туннер из-за этого так что многие искать не стали старый старый взял и отключил так вера так подсказывает спасибо наталья благодарит веру всем здравия святухари майские праздники 20 сантиметров все выпало четвертый день то это 20 сантиметров на свинин привет архангельская область так семян алтай село всем отличного вечера свинина нас тоже снег лежит а еще бы у вас не держал где-то у вас полярный круг рядом так на алтая жара 25 вот вот нам повезло у нас тоже самое алтай и наша юг красноярского края хакасия о повезло в этом году у меня хоть этих перчиков наемся до абрикосов в прошлом году наелся но честно говоря у меня до весны не хватило хоть их самых крупноплодных в космосе крупноплодных сортов абрикосов двадцать третьего года пришлось переходить на двадцать второй год хорошо что никого никто не обиделся так гнус комары ожили на то и тепло все его любят и гнус любит комары любят джимулась миндаль цветет клобасов всем привет с маринской области у вас интересно обошлось хоть нет игорь всем здраво и южный урал в районе магнитогорска третий день заморозки у вас тоже только начали распускаться листья замерзли ремонтантная малина его мое ну я надеюсь что замерзли цветы а сама валина может быть вы знаете как у деревья как быть пытаясь углу немножко утешить вас хоть эти просьбы смотришь начинают даже листья загибаться особый случай был именно нашествие пчел его не пчел заговариваюсь нашествие бабочек капустец было такое что такое впечатление что когда потеплело весна на пришла что шел снег вот их было так много воздух белый из-за таких такой крыс идет как быть это не бабочки то тучи летят а снег идет они тоже умудрились отложить яйца яйца это образное название короче говоря личинки вот на следующий год они проснулись никто особо их не замечал потому что это редкость поэтому не было инстинкта спасать деревья именно от коконов бабочек капустец это те беленькие которые и где-то к маю и июню яблони огромное количество большая часть в нашем регионе яблочном регионе была колодина стоит смотрите июнь месяц стоят голые деревья значит часть людей взяла нетерпеливая топоры пилы и выпили деревья потому что они видят что на них нет ни на листика они они даже не понимая роли этих гусениц которые вывелись благодаря бабочкам они даже не знаю этого просто взяли и уничтожили деревья много остальное но у кого задержка в развитии то есть и как говорится это самое короче на них уже в июле месяце появились листья не поверите кости не были зеленые а так как яблони они и так самые надежные из любых плодовых деревьев они сохранились и дальше разжили и в следующие годы плодующего как ничем не бывало этого крайний случай так а вот когда вдруг посреди чуть ли не лето уже ходились распустили друг бах минус листья кажутся ой 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 подпорчены это еще не конец лучше всего переносит не поверите абрикос они просто чуть ли не от корней опять возродятся вот многие деревья которые считаются вот мертвые вот на них уже листья уже все уже чаш черные вдруг на ровном месте появляются веточки из ничего там где их вроде бы быть не должно и внимание конечно потери конечно урожая нет конечно это задержка в развитии все-таки листья черные восстанавливаются эти деревья поэтому это еще вот вы как пишете пострадали на алтае а нет это не выпишите а замерзла ремонтантная малина еще не факт корни целы целы когда говорят замерзла марина подозревается вырубая новую соединение водка подождите посмотрите докуда то лист восстановится ветки лист восстановится выше отрежете я не восстановилась и вас все равно это дерево выжить минус 23 градуса где-то минус 6 это еще не конец дереву как мог объяснил так теперь а и мы начали этот марина я тут остановился а игорь дальше пишет замерзли вытатная малина и живи к и живи к 1 зараза и так бы замерзла она надеюсь она укрытая вас растет вот она бывает если не укрытая на просто замерзает сердцевидный орех это тоже слабый очень на мороз абрикоса массив ну смотря где вы взяли персик хасанский осенью посажен вот вот вы пишете персик хасанский осенью посажен так осенью посажен зима перезимовал весной получилось возвратные морозы да уж не повезло ему посмотрите я в этот раз не стал фотографии делать ждал пока листики появится у меня контрольные экземпляры были укрыты стекло тканью еще так укрыты чтобы под ними под этим укрытием был воздух вот и я покажу ни одного случая выпада все прекрасно вот но если вы персик хасанский так да еще на урале посадили без всякого укрытия да еще осенью шансов замерзнуть хорошие шансы но и все равно будем считать что он еще не замерзла только кандидат покойники хорошо так идем дальше тамара колонина игорь замерзли из-за заморозков или из-за зимних морозов я из мяса мясо это возле этого это 20 километров примерно примерно возле челябинска а вы южнее по моему магнитогорск еще южнее так что получается так вообще еще только на куда кончилась зима и так как и мне постоянно идут сообщения именно целябинской области уже до вот этих вот уже вниз распустились чуть ли не летние вот эти заморозки которые погубили эти же листья вот до этого уже было уже пришли сообщения все хана урожая не будет очень плохое было зима весна с перепадами общем целом получается тамара колонина не зря вас просила или за заморозков или за зимних морозов скорее всего из-за того из-за того в общем для урала это была страшная весна зима и весна страшная необыкновенная вот это очень плохо я очень перерывая потому что там живут мои друзья вера нижний новгород валерий корсенович есть сейчас купить черенки персика может привить на терновник дикую сливу нижний новгород все не можно нужно лишь бы только зацепиться вот давайте покупайте они у меня в холодильнике они спят ну а также от вас будет зависеть терновник терн а это тем более дикий это прекрасный подводит именно для персика колодина снова у нас сегодня целый день дождь со снегом большого деревьев затормозилось в этом году цветет красила китайка у персика у теплицы замерзли цветочные почки но не все в скобках персики броску и прочее ну будем надеяться хоть что-то вы же выживет имя цветочные почки а в 77 привет так колодина по поводу кривого саженца и оси посадить саженца под угол 45 он раньше вступил в отношении узнала чудо пола а у вас уже готова и наклонять не надо это не принципиально кучу до пола укрывает под снегом вот и все дерево получается в наклонке вот так смотрите все наклонено естественно ступит раньше положение чем вертикально но это не мой случай нет вот я же буду я же посадил я его наоборот пытался выпрямить так дальше игорь из-за заморозков это он видимо отвечает колодины уже листики пошли а малина 6 сантиметров ясно замерзли именно листья юрия мельников здравствуйте уважаемые садоводы а наша или так вот чтобы узнали еще раз я хорошо что это я умудрился не дать ее координаты и нет я правильно ее похвалил сказал что она продавала и у нее прекрасно пошли но их уже нет это шелковица это сейчас скажу жимолость так а сейчас она будет продавать осенью значит сеянцы мальчурского абрикоса вот у сергея более серьезная как бы саженцы и дорогие давайте мы сейчас с вами вот спасибо юрьевич не дала позориться напомнила о себе давайте мы сейчас с вами посмотрим телефон и даже запишем контакты почему не обязательно ждать осенью чтобы подружиться с ней потому что а это же телефон есть и на как он называется на ю тубе сейчас я сюда вставлю и так и так и так 8983 983 тире 271 юля проверяй если ты дотянула до самого конца в чем я сомневаюсь вот 271 37 68 надеюсь что я нигде не ошибся я в темноте свет крысит чтобы увидели бардак в моей комнате вот незаправленная постель так вот теперь это получается уже время мы сэкономили вот вот данные значит можете по ватсапу общаться так это очень легко и удобно кто-то скажет я хочу дружить есть такие же как как юля вот сейчас отправить ну как бы сказать то как я привык говорить мы одной крови вот мы одной крови на тяга это фамилия моей мамы по маме я на тяга горуч этой фамилии также как русская фамилия железу ну в общем мы закончили эту работу так и ждем еще неделю значит случилось следующее время сейчас такое что ли многих опустились руки многие изучили железо от и до многим совершенно не интересно о чем мы сейчас говорим кто-то заходил сказал больше это сюда не ногой вот поэтому здесь получается так мы будем до осени держаться раз очень она вдруг резко прибавится количество участников только стоит закрыть не закрыть а повесить замки на свои дачные участки вот и сразу вдруг захочется узнать что-то новое вот а новое это осенью вы увидите мой сад в виде плодов посмотрите вот на это чудо которое в сибири которого не может быть сибири это недоступно было того уровня ученых само собой любители вот а сейчас я скажу еще пару слов то что принципе я пропустил позволяет время мы же говорим последний час третий час это на такие разговоры дело о чем мы с вами пропустили письмо достаточно злое достаточно обидно а вот человек рванул рубаху а предоставьте ко мне само на кого из железа всылается всылался я на директора гсу на мою близкую знакомую можно сказать подругу вот на директора гсу то есть она настоящий ученый она кандидат наук она автор книг она директор вот и тем не менее она не брезгала общаться со мной при взять ко мне к железу понимаете вот я ее на нее сослался говоря что наши китайские сливы лучшие в россии человека это за дело вот но не так что вот допустим человек бы взял и сказал сейчас поймете чем речь чем делал бы например и сказал нет я живу хабаровске наши лучше или забыл или у него хабаровске или у него владивосток один вот нас нет наши лучше я бы не стал спорить вот с их случаях лучше переехали в сибирь нет он долго упорно доказывал что у него кислое и догадались уже раз у них кислое 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 как он назвал кислое кислое сладкие у нас сибирь лучше быть не может а вы думаете почему я фамилию пирогов упоминал валерия а красноярске он создал прекрасный ролик он рассказывает еще со времен крутовского были братья крутовский был ученый крутовский его сад крутовского уже в то время в девятнадцатом веке у него были прекрасные а я верю пирогов у него были прекрасные китайские сливы а потом пошли что гибриды откуда он там это еще 19 лет потом был 20 конце 9 20 века у нас было такое раздовлет сладкий слив что уму непостижимо а черт предоставьте ко мне эту самую байкова вот эту нашу скажу ведущий специалист а я и тут муки под мозги вправе вы представляете я беру я сейчас почему я зову себя говорю да зачем позволить всяко я нажимаю на его эту что я вижу сада у него нету есть этот самый как он называется канал он пустой пустой вообще пустой у него нету сада он походил по городу поел этих с деревьев падают они прямо на улице города росли сливы поел этих слив несъедобных и стал специалистом и высказал мне все что он думал типа что это я чуть-чуть не брали понимаете а сейчас я вам покажу как я готовился к этому вебинару смотрите вот это я набрал что фото сливы кидать я виноват вот в этом внимание все картинки я к этому имею отношение смотрите это все китайские сливы это я вам говорю почему немножко разбираюсь или всех немножко разбираюсь плотах да вот ну пусть вот это китайская китайская слива незнакомка так и написание я приду я первый раз нажимаю вот это тоже китайка поверьте мне железо этого сависка что написано купить в москве но это уссурийская слива вот хабаровская желтый слива китайский я ничего не выдумал нет а даже посмотрите внимательно они годятся в это если их продают они годятся в эти самые в кислятину нет и сядь угодятся а теперь самое интересное смотрите то не может быть чтобы железовских фотографий тут не было выскажите может быть такое один из лучших садов россии мы фотографии него поверите нет конечно не поверите обязательно должны быть и каким образом смотрите как сейчас я вас удивлю это все идут сериаловская красавица смотрите вот это ладно это реклама это не китайская слива это самое подлое что весь на свете есть вот персик сладкий для сурового климата ура есть значит забыли написать что это город энгельс находится в европейской россии и давай врать 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 вот это ладно мы это проходили еще глядим еще глядим еще глядим внимание сейчас дойдем до железного дали а вот это что давайте смотреть и так вот это вот слива это сувенир востока где растет сувенир востока китае каким у класса относится китайских слив это просто самая крупная из китайских слив это моя рука это моя это самое запястье это моя рубашка вы видели сотни этих фотографий так что делают но это другой вопрос а про обман про мошенничество слива исполинская чеку задал дал допустим задание ну кому ну допустим там задание копеточку вот я создаю сайт нами нужно перекупщиком не нужно продать сливы которые я купил в испании виталий вот найдите мне самая лучшая фотография у кого лучшая фотографии неужели вам надо доказывать что это моя слива могу просто богом покраситься могу найти но просто данный момент верьте на слово это просто но это не все но и без обмана это правда китайская слива поняли вот это вот вот еще раз вот это китайская слива идем дальше давайте еще поищем а вот это вот это сувенир востока давайте посмотрим что они написали слива китайская вот без обману сувенир востока купить недорого другое дело что у этой фирмы кубан это на кубанская фирма до наверняка эта фотография моя я железо поверьте чтоб не не искать клянусь богом и пусть у меня погибнут все эти китайские сливы если я обманул это моя фотография теперь поверили кто же так будет краса а если если не веришь это моя фотография железо но продают опять выбрали мою фотографию это китайская слива под названием сувенир востока и ведь не обманули слива китайская сувенир восток но продает то для видов опять какой дерьмо уже поняли идем дальше хватит может быть хватит еще и поискать вот я почему все это говорю я споре с тем оппонентом заочно я не стал его позорить вот я не стал называть его фамилию просто мы сейчас закончим но на высокой ноте может еще поискать о ну-ка внимание вот моя фотография ну стала орловская ночью не бывает орловская ладно пусть будет орловская вот все пока все так чему я это смотрите листаю обратно и так вот это все китайские сливы это все во рту тает здесь нет дикарей как случилось я почему упомянул пирогова умнейшая толковейшая фильм он создал начал фильм рассказывать про сад крутовского 19 век потом про то как он китайские сливы начал что делать правильно он начал скрещивать силами с уже об европейским с какими только не скажешь и вот это все обилие у них в основе китайские сливы самый морозостойкий в мире подчеркиваю китайские сливы которые переехали и амур реку амур поселились прожили десятки и чуть ли не сотни лет уже дальневосточной россии супер морозостойки вступили в половые контакты с южными разными сливами так и теперь их уже можно называть китайским вот китайская слива лёгко а можно не называть это гибриды но они от пришли отбор уже где и на дальнем востоке а он не знает он меня считает проходим сам которая общается сказки рассказывает что китайские сливы есть невозможно а это все китайские вот сейчас только доказал вот я смог как-то реабилитироваться а ему спасибо вот так взяв вот так послав меня на это самое сделала меня как бы проходим сам вот очень аккуратно вежливо позвольте с вами не согласится вот ваш если в это народ наши сливы на простите мы провели гигантскую работу вот тот же еще он хотел доказать бойковой галина николаевна супер специалистов у него сада нет а ты с кем все я взял счету взял все эти я буду знакомить с бойковой и ты с боковой ступишь полемику что-то я расскажу что вас на улицах растут несъедобные китайские сливы все заканчиваем ребята вот я рассчитался со всеми оппонентами которые хоть что-то из себя представляют или какие-то аргументы были а чем не аргумент у нас на улицах растут сливы кислые это значит у вас и быть не может есть у вас и сливы с дальнего востока наши несъедобные нас ваше тоже несъедобное что ты железо типа голову морочишь приехали все итак наша песня хороша останавливать трансляцию что еще пока есть скидки просьба заказывать у меня кусочки поможете мне выжить все россии поможете хотя бы вся сухие куски хотя бы последние черенки персика еще есть видели спросил у всех по персике и это тоже надо еще успеть выписать и даже привить вот и наверное те же книги те учебные диски кому-то показалось был звонок почем диски или хоть 300 рублей хоть это электронный хоть эти самые ну или диска то есть жесткий как назвать то надо почупать можно вот и вставить куда-то я понял так что тишина гудок даже не попросился это ему 300 рублей за учебу полную учебу показалось дорого на многих дисках есть полная учеба все друзья заканчиваем вот и прощаемся на неделю надеюсь хотя бы меньше раз не станет надо продержаться до осень если я сейчас прекращу вебинары осень я не соберу даже два десятка